История творческого конкурса «Жизнь одна, а дорог много» началась два месяца назад. Молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет присылали на электронную почту госавтоинспекции эскизы будущих уличных работ на тему профилактика и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Из более чем полсотни присланных эскизов сотрудники ГАИ отобрали три проекта, которые сегодня реализовались на базе диагностической станции номер 221. Не просто так выбрано заборное ограждение диагностической станции. Почему? Потому что сюда приезжает большое количество водителей для того, чтобы пройти технический осмотр своего транспортного средства. И естественно, пока автомобиль проходит данную процедуру, водитель в любом случае у него есть свободное время. То есть он оборачивается, а здесь замечательно раскрашенный забор, плюс ко всему самое главное по дорожной тематике. И в любом случае человек, когда он увидел, у него на подсознании откладывается. И в следующий раз, прежде чем за руль сесть, например, неприсолненным временем безопасности, он об этом подумает, к чему может все это провести. Предоставил площадку для творчества граффитиста руководитель диагностической станции Владимир Надеян. В свое время Владимир Михайлович возглавлял Брестко-областное управление ГАИ. Поэтому о существующих подразделениях и проблемах знает не понаслышке. И сегодня, занимая должность совершенно другого профиля, он остается преданным выбранной в свое время профессии. А потому участвует в проведении многих интересных мероприятий. Очень уж много приходилось видеть горя людского. Поэтому есть возможность хоть какую-то толику внести в безопасность дорожного движения. Вот это и вносим. Ну и я рад, что отозвались вот эта группа молодых ребят, рисуют. Вот в это время они даже вне дороги, пусть они думают, может быть, после этого тоже они будут следовать этим лозунгам, которые они продекларировали на этом заборе. Работа над наглядными иллюстрациями велась практически весь день. Три творческие команды трудились, не покладая рук, неся в своих уличных произведениях идею о том, что правила дорожного движения лучше не нарушать. Пишу принять участие, потому что, в общем, сам водитель. И люблю рисовать графики. Пишу приукрасить немного ярким цветом это место, чтобы люди обратили внимание на эту надпись и задумались, стоит ли спешить на дорогах или нет. За проделанную творческую работу ребята были награждены памятными подарками. Лучшие получили грамоты за подписью главы управления. Такие акции, уверенные представители правоохранительных органов и уличные художники, помогут сократить количество рисунков в троллейбусе, автобусе.